Вот такой у меня кусочек теста здесь. Всем привет! С вами канал Артмания. Решили мы сделать пол буханки хлеба. Всё я отмерила. Всё сложила туда. Такой маленький кусочек теста получился. Посмотрим, как это всё будет и потом покажу вам конечный результат. Всем привет! С вами канал Артмания. Дима тут бесится. Невозможно, пока я там на кухне мыла посуду. Тут в коробочку вчера всё складывал. Представляю, что тут было сейчас. И там тоже. Всё у него прям пошло рвать, рвать, рвать надо. Тут вообще кошмар просто. Ну и стены, конечно, тоже. Тут вот уже, если была светленькая, то тут уже стена. Да, рассказывай. Всё, стена, да. Стена. С утра добрался до шкафчика. Тут побезобразничал. Всё у меня было аккуратненько сложно. Верхний вот не достал. А тут достал. Беспорядок. Порвал половину. Да. Ты хулиган? Убирайся. Я тебе говорю, убирайся. Давай в коробочку всё складывай. Мы это всё выкинем. Ну тут разорвал коробочку. Я ему вечером дала коробочку рвать, чтобы он чем-то был занят, чтобы он стену не трогал. А, ты на стол решил? Давай на стол. Вот. Плюс, кстати, у Димы стоит тут магнитофон. Теперь я ему вечером фон включаю. Фоновую не музыку, а больше болтовню. Чтобы ребёнок в будущем мог спать при любой ситуации. То есть у нас соседи такие то, что... Дима, складывай. Такие соседи, что музыка может орать очень громко всю ночь. И чтобы он мог спокойно уснуть. Поняли, короче. Потому что у его папы сон очень плохой. Не дай Бог, кто-то где-то там пищит, кричит или играет музыка, ну просто даже не пищит, не кричит, а играет музыка, то всё, он не усмёт. Он будет сидеть, злиться, там, попытается пойти, допустим, разузнать, что же это такое. Дима, ты собираешь? То есть я не хочу, чтобы у моего сына было точно так же. Поэтому вот у нас так вот будет пока что. Поменьше он был, я так делала, но потом он ронялся всё время по-другому. Да, что-то мне файл принял. Давай, складывай, складывай штамп. Вот, чтобы проблем в будущем не было, чтобы он был как у меня. Я могу спать при любой ситуации, если даже разговаривают, кричат, там, шумят, музыка играет. То есть мне, по барабану, мне стоит печь, я засыпаю. У меня как-то, ну у меня с рождения, наверное, да. Мама рассказывала, говорит, я просыпаюсь, да, ты проснулась, говорит, я тебя взяла, положила на стол пеленальный, чтобы перепеленать. Говорит, а ты уснула, сразу засыпаешь и всё. А у нас Дима уже привык спать при стишине, у нас всегда тишина. Папа читает, там тихонько лежит. Я там за компьютером спать его уложила, тихонько за компьютером сижу. То есть у нас нет шумных компаний, но вот бывает соседи гремят, да. Ну, это вот мы оставим, да, может заклеивать будем. Клея вот у нас нету, клей нет. И тут тоже вот он отодрал кусок, я их оставила. Заклеить бы, но вот нет, клей уже всё кончился. Да, да, складывай, ну-ка, быстро. Давай, давай. Прыгать вот он начал. Прыгать. Прыгать, да. Волосики снова отросли. Да? Их стригли уже. Дима был кудрявый. А потом Диме прабабушка решила отстричь кудри. Скажи, да? Кудри прабабушка отстригла. Не понравились они ей. Вот у нас волосы за несколько месяцев заново отросли. Да? Покажись. Тут тоже у тебя вон квардак. Не могу его заставить убрать. Дима, посмотри на меня, Дима. Дима! О, какая Дима. Вещи там, отопления у Димы так и нет с прошлого года. Какие у тебя волоси красивые. Ну, кудряшек уже нет. Вот первые волосики были кудрявые, а вот эти уже не такие кудрявые. Да? Уже все. Они уже, видимо, вот как-то, может быть, надо подстричь их, чтобы они были кудрявыми. Как тебе надо подстричь? А? Дима, как тебе подстричь надо? Как тебе надо подстричь? Скажи. Скажи. Ночи. А? С волосами тебе идет. Прям мордашечка такая. Мордашечка. Да. А то баба его постригла. Она так постригла его, что ощущение было, как будто его постриг какой-то ребенок маленький. Ой. Одна короче прядь, другая длиннее. У него была стрижка, было так хорошо. Да, Дима хулиганит тут. Смотрите, вот такой хлеб у нас получился. Узенький, маленький. Вот думаешь, неужели это пол буханки? Вот. Он такой мягенький. Выскочил, кстати, он с силиконовой формы. Прям вообще отлично. Я вот приклад в силиконовой форме. В принципе, тут он мягенький. Везде он прям такой сухой-сухой, кажется. Посмотрим, потом покажу, разрежу его. И, кстати, на нем нет даже масла. То есть, я форму вообще не смазывала. Прям так. Вот так он выглядит в разрезанном виде. Здесь он мягенький. А вот тут прям у него такие явные корочки. Ощущение, как будто его просто сформировали, положили, поджарили. Прям на открытом противне. То есть, не в форме, а как будто. Вот такие вот узенькие. Мне кажется, что мы его съедим за один день. Надо было сразу сделать буханку. Или какую-то нужную форму. Не такой огромной, а чуть-чуть немножечко поуже. Диме я тоже тут приготовила. Вот Димочке компотик. Вот, кушать мы сейчас сядем. У меня вот тут вот еда. Вот. Такой хлеб. Вот. И у нас перегорела лампочка еще одна. У нас вот так и покажу. Шесть лампочек. Вот. Уже было две перегоревшие уже давным-давно. И я все ждала. Еще одна была третья. Она у нас очень-очень старая. Ей более четырех, наверное, лет. Как раз спиралькой. Более четырех или пяти лет. И она уже была прям желтая. Я думала, ну все. Вот когда она перегорит, это третья лампочка. Тогда мы будем менять. И вот я захожу на кухню. Включаю свет. И понимаю, что у меня полумрак. Что для меня это... Вот как вот сейчас есть. А для меня это темно. Я не могу. Я чувствую, что я не вижу половины ощущений. Я вижу. Но по ощущению мне кажется, что я не вижу. Вот муж придет. Будем менять. Нужно будет посмотреть, какой у них там цоколь. И вставить туда другие батарейки. Ой, не батарейки. Господи, лампочки. Вот. Короче, вот так вот.